Интер-восприятие остается таким же, но эмоциональный накал уходит, потому что первые месяцы, первые полгода у нас играет дофамин, серотонин, очень много, идет возбуждение, в какой-то степени это, например, любовный характер, любовное повышательство, немножко невротичное состояние, с точки зрения психиатра надо смотреть. А потом мы перестраиваемся и начинает большее значение играть другие медиаторы, нейромедиаторы, вещества, которые опоследуют передачу нервных сигналов в клетки, в клетки, и там уже большое значение имеет, как сейчас пишут, окситоцин, который опоследует привязанность. Для многих людей, особенно если ожидания такие, что любовь это все время страсть, праздник, там какой-то очень яркий костер, где-то через год оказывается, что это не так, что отношения становятся более спокойными, не более стабильные, более размеренные, но спокойные, чего-то там не хватает. Особенно если не знать, как поддерживать время от времени этот костер, можно сравнить с костром, потому что костер горит, а есть угли. Время от времени мы подкидываем туда, чтобы пламя вспыхнуло, но прогорело, а угли все равно, яркие, горячие, и еще долго греют, но спокойные. Вот это кризис первого года. Кризис трех лет. Кризис трех лет, он связан с тем, что очень часто сюда накладывается семейный цикл, цикл большой семьи, это отдельная тема, мы ее сейчас не пробуем, когда появился ребеночек, и когда этот ребенок обострел те проблемы, которые были раньше не решены. Очень много недоговоренностей, много ожиданий бывает так, что ну как-то оно решится, как-то мы договоримся, он изменится, он будет по-другому думать, или он потерпит, или еще как-то. Ну, со стороны мужчины то же самое, потому что много ожиданий бывает, ага, она все-таки привыкнет к этому, как говорят, что мужчина хочет изменить женщину, а потом разочаровывается, потому что не в силах это сделать. А женщина хочет изменить мужчину, а потом разочаровывается от результатов. Вот там три года. Следующий цикл, следующий кризис семи лет, он очень сильный кризис, очень частый, по-моему, максимальное количество разводов в нашей стране, как раз после семи лет брака. С чем это связано? С тем, что дети идут в школу. Это больше связано с большим семейным циклом. Вот если до этого времени, вот пара, да, вот у них, допустим, ребеночек, до этого времени ребенок находится в эмоциональном, в поле своих родителей, дошкольников. Ну, все равно близко к папе, к маме. Даже если в детский садик ходят, для ребенка это не так серьезно. А вот школа, это первый специальный институт серьезный, куда ребенок попадет, в котором ребенок начинает эмоционально отдаяться от родителей и вовлекаться в связи с теми, кто не входит в эту систему кровного родства с ребенком. У ребенка появляется там, с каждым годом все равно, больше и больше друзей, каких-то увлечений, у них начинается своя жизнь. Раз. Во-вторых, по школьным успехам ребенка родители оценивают свою компетентность. Так, если ребенок учится на пять, мы молодцы, да, классно воспитали. Так, если ребенок учится на три-четыре, это он весь в тебя, такой же бестолковый. Ну, как вариант, да? То есть ребенок становится как зеркало, которое отражает вот эти вот какие-то конфликты, недостатки. И третий момент, смотрите, ребенок немножко уходит, понимание ребенку нужно меньше. Внимание опять возвращается больше друг к другу здесь, в паре. Люди по-новому смотрят, чувства уже остыли, да, там, скорее всего, фаза привлекания, заново оценивают. И очень часто они смотрят так, блин, ну, наверное, теперь осталось все время прожить в месте. А он, наверное, так будет, басту давите середину, смогу ли ясно-то утерпить. Вот эти маленькие капельки, знаете, они, как я, там, подтачивают, подтачивают. И как раз семь лет прошло, а сколько людям лет в этой паре? Ну, если, допустим, браками заключали, 20, 22, 25, по-разному. То есть здесь где-то 30, там, 35, еще более-менее молодые, да, 35 лет. Более-менее молодые, уже есть какие-то ресурсы. И, в принципе, если эти отношения закончатся, да, то есть еще шанс найти себе партнера, партнершу, как-то устроить свою дальнейшую жизнь, правильно? Ну, поэтому кризис семи лет такой опасный, частый. И здесь больше всего разводов. Много причин. На этот вопрос я ответил, да? А кризис трех лет обязательно с рождением не как сын? Ну, нет, по-разному. Рождение ребенка в любом случае, это за мотивом пизисе, там всегда все постряется. Начиная с того, что мужчина в этот момент, когда рождается ребенок, он традиционно должен испытать алкогольную интоксикацию, в разных кризисах. Иначе же нельзя, иначе не поймут. Понимаете, какое общественное давление? В то время, как к его жене с ребенком, тут особенно нужно внимание, помню, чтобы он там привез, чтобы он там стоял под окнами, как у всех. А он проснул и приехал, звонит и звонит. А он такой сикой, многоточие, в это время валялся, пьяный где-то по неделе. А потом еще про него такое рассказали, вот такое. Нужно откладываться где-то за храмом памяти. Для некоторых, оно становится испытанием, когда ребенок вернулся в дом. Потому что они там были в роду, а тут в дом, новое существо, которое громко кричит, которое организует жизнь вокруг себя. Ребенок это должен делать, зачем он претен. У ребенка нет другого способа отложить, как быть громким, настойчивым, и говорить о том, что своим языком «кормите меня», «перенайте меня». Либо чуть позже, когда ребенок начинает ходить. Ну, у кого-то дети есть, да? Еще нет, да? Ну, есть дети, у меня есть дети. Я помню этот период, когда дети начинают ползать и ходить. Это очень интересно. Ребенок, конечно, познает мир. А родители, например, все время должны быть в постоянной готовности. На чекол, да. Потому что ребенок вывалит всю посуду, он залезет во все шкафы, он достанет всю одежду. До чего только натянется, он все достанет ребенку. Он так и должен в это время делать. Но это сильно нагружает отношения, когда к концу дня. Я помню, когда дети были маленькие, бывали такие дни, когда я добирался до кровати, садился и засыпал в полете, голова не коснулась к удовольствии, а уже с крюрох. Ну, кому-то из вас, кстати, это решите. Конечно, это нагружает отношения. Просто нет сил, ни до чего, ни до кого, ни до романтики точно. Либо чуть позже, когда возникает вопрос у ребенка подрос, допустим, был мне решен вопрос свободного времени в паре, тоже один из ключевых моментов брака. Как мы будем распределять время? Девушка думала, что ребенок будет ходить в садик, она пойдет на работу хотя бы на полдня. Но тут мама, как только брать-то узнала, она сказала, что дети будут поменять, когда ходят в детский садик, он проникся этим настроением, но уже теперь он против. То есть влияние родственников может вмешаться в какой-то момент, стать критическим. И много-много разных причин. При том, что для пары первого ребенка это всегда испытание, второе это испытание, третье это испытание.